привет друзья добро пожаловать на канал одобренное на котором мы размышляем о боге его слове и о том как жить полноценной жизнью имея перед глазами вечную перспективу мы уже разбирали тему святости в предыдущих роликах мы говорили о том что святость нельзя присвоить как титул посмертно если вы не смотрели этот ролик то можете сделать это по ссылке выше речь шла о том что святость это не какой-то там ранг который может быть присвоен официальной организации называющей себя церковью святой это значит просто отделенный для бога с определенной целью а именно служить богу в том смысле что человек уже не для себя живет не для своих целей а для исполнения воли отца и его целей бог духом обитает в человеке и исполняет свою волю потому что он тоже свят то есть отделен от мира людей от мира который который бога не в основном не знает и не признает из приблизительно восьми миллиардов людей по статистике только два с половиной миллиарда считают себя христианами это всего 30 с лишним процентов однако христос говорит нам что узок путь ведущий к спасению и широка дорога которая ведет в погибель и многие пойдут этой дорогой поэтому людей которые реально отделены от этого мира в разы меньше чем об этом сообщает нам официальная статистика но возвратимся к нашей теме молиться святым в принципе это значит молиться братьям и сестрам во христе которые умерли чтобы когда-то воскреснуть к вечной жизни иными словами это когда живые святые молятся умершим святым что является неприемлемым потому что библия призывает нас молиться только богу но могут ли умершие святые ходатайствовать за нас перед богом определенно нет во первых только бог знает кто является святым то есть отделенным для него человеком поэтому если официальная религиозная организация возводит кого-то в лик святых что в принципе недопустимо только самому богу известно был ли тот или иной так называемый святой по-настоящему святой то есть отделенный для бога при жизни во вторых у христиан есть только один ходатай перед богом иисус христос который является единственным посредником между людьми и богом через которого человек приступает к богу и который всегда жив чтобы ходатайствовать за тех кто спасен поэтому я призываю вас не поддаваться соблазном молиться умершим святым которые не могут нам помочь ничем кроме того что может касаться примера их жизни то есть хождение с богом и верности учению христа при их жизни вместо этого человеку лучше полностью сосредоточиться на молитве богу иисусу христу как образу бога как нашему единственному посреднику который существовал еще до сотворения мира которым и для которого создан этот мир и который скоро грядет чтобы судить этот мир кроме того даже если посудить чисто логически молясь святым мы как будто умоляем силу и вездесущность бога не веря в то что бог слышит все без исключения молитвы всех без исключения святых но если мы верим в то что бог жив вездесущ является единственным кто может нам помочь зачем тогда молиться кому-то другому зачем просить помочь или поспособствовать кого-то другого тем более что библия не призывает нас к этому кто-то может согласиться с тем что это утверждение верно в отношении святых однако тем не менее может иметь особое отношение к марии матери иисуса но стоит ли молиться марии конечно же нет она сыграла свою важную роль в рождении иисуса но она не больше иисуса мало того иисус однажды даже хотел всем показать насколько более важен для него каждый из его учеников чем его собственная мать и братья назвал всех своих последователей своей матерью и братьями и не захотев выходить к марии и братьям во время своей проповеди небесного царства кроме того иисус уже находясь на кресте сказал своей матери женщина вот этот ученик стоящий рядом твой сын теперь и ученику сказал это твоя мать и после этого ученик взял мать иисуса марию к себе в дом иисус просто хотел чтобы кто-то они позаботился для иисуса это была обычная женщина такая же как и другие ученики коту о которых он проявлял заботу которых он любил и спас на кресте мы не должны возвеличивать кого-то кроме иисуса христа бога унизившего себя и принявшего облик человека чтобы спасти человека и вырвать его из лап смерти примирить человека с собой и спасти человека от греха мы не можем возвеличивать марию даже при том что она была выбрана богом для того чтобы произвести на свет иисуса христа теперь давайте разберем другой аспект этого вопроса стоит ли молиться богу об умерших людях с одной стороны библия учит нас о том что мертвые во христе живы что бог это бог живых для него все живы но при этом в библии нет прецедентов молитвы об умерших людях более того из некоторых отрывков писания становится понятным что если человек умирает он попадает в ад по-гречески ад звучит как адиос является переводом еврейского слова шеол в зависимости от контекста оба слова обозначает либо физическую могилу либо смерть нужно отметить что во времена старого завета место в которое попадал человек после смерти описывалось по-разному в начале шеол представлялся очень мрачным местом под землей в которое отправлялись абсолютно все люди после смерти без какой-либо надежды на то что оттуда можно выбраться в какой-то момент между вторым и третьим веком до рождества христова в иудейской и греческой и римской литературе под шеолом и адом стали понимать место в котором есть как наказание так и награды поэтому во времена уже нового завета слово от употреблялось для обозначения трех разных вещей в зависимости от контекста первое это в значении смерти второе в значении места куда попадают праведные и неправедные и третье место в котором находятся только неправедные люди ждущие вечного осуждения эти разные толкования ада не противоречат друг другу поскольку с одной стороны от это и есть место куда попадают люди после смерти соответственно это и есть смерть то что библия называет первой смертью во вторых от временно является местом как для праведных так и для неправедных и в третьих это место в котором останутся исключительно неправедной души которые не были оправданы богом посредством веры в иисуса христа и так как у иисуса сейчас есть образно говоря ключи от смерти и ада он выведет души праведных из ада в вечную жизнь так же как он как первенец среди живых вышел из ада сам воскреснув из мертвых в евангелии от луки иисус христос описывает от как место которое имеет два отделения или две области одно из этих отделений ада приятно для и содержит души умерших святых скорее всего эта область ада и было тем местом который иисус назвал раем когда обращался к покаявшемуся разбойнику который как иисус был распят на кресте согласно описанию иисуса в евангелии от луки в этой области ада прибывает дух авраама и всех остальных праведников ожидающих воскресенье и скорее всего именно туда спустился иисус после своей смерти чтобы потом воскреснуть и сесть по правую руку от бога отца на небесах необходимо отметить что рай о котором написано в откровении иоанна отличается от той приятной части адов которая является местом обитания святых ожидающих сегодня дня своего воскресенья рай из откровения иоанна это конечная цель бога а именно новый иерусалим на обновленной земле со святыми людьми воскресшими к вечной жизни и имеющими прославленные тела во второе отделение или область ада попадают души тех кто при жизни не примирился с богом не покаялся и не имел веры в небесного отца согласно откровению иоанна души этих людей постигнет вторая смерть а именно огненное озеро которое изначально приготовлено для дьявола и его ангелов и которая так в которой также попадут души тех кто не покаялся при жизни и не вошел в царстве бога обратите внимание на то что души этих людей сразу после смерти подвергаются мучением в аду еще до того как они претерпят вторую смерть и будут брошены в огненное озеро согласно описанию ада иисусом между этими двумя областями в аду есть пропасть благодаря которой никто из одного отделения не может перейти в другое кроме того люди из разных областей ада могут видеть друг друга и даже обмениваться парой фраз но святые не могут помочь страдающим изменить место своего временного обитания и конечный путь своего назначения точно также души святых не могут повлиять на людей которые все еще живы и пребывают в теле предупредив их о том что нужно жить чтобы не сгореть в аду и это описание ада дает нам понять что те кто умер так и не примирившись с богом не смогут благодаря нашим о них молитвам переместиться из одного отделения для осужденных на вечную погибель в отделение для тех кто воскреснет к вечной жизни когда тело человека умирает библия называет это состояние сном однако душа человека продолжает жить находясь в этих двух разных отделениях ада пока не наступит суд суд же наступит тогда когда при повелевающем кличии голосе архангела иисус придет во второй раз сойдя с неба чтобы воскресить всех людей из мертвых праведных и неправедных но неправедных которые умерли не будучи оправданы верой в иисуса христа ждет вечное осуждение а праведных которые оправданы верой в иисуса христа ждет спасения от вечной погибели или того что библия называет второй смертью и вечная жизнь с богом на обновленной земле друзья бог призывает нас определиться еще до смерти с местом своего обитания после смерти. Для этого во времена Старого Завета Он заключал заветы с евреями, а также вразумлял последних, посылая к ним пророков. В наше время, в последнее время, Бог к людям говорит через своего Сына Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых, предлагая вечную жизнь каждому, кто поверит в смерть и воскресение Иисуса Христа. Как тогда, так и сегодня человек спасается только верой. Как тогда, так и сегодня у нас есть для этого все необходимое. Записанное и проповедуемое послание и определенный отрезок жизни в этом ветхом теле, чтобы определиться с вечностью еще до того, как это тело будет отдано забвению. Надеюсь, что для кого-то это видео стало полезным и ободряющим посланием. Если вы из тех, кому эта истина и так была известна, поделитесь этим видео с теми, кто, по вашему мнению, все еще нуждается в слове надежды. В описании к этому видео, как всегда, вы найдете отрывки из Библии, подтверждающие сказанные мною слова. Если вы хотите поддержать распространение Божьего Слова, подпишитесь на этот канал, не стесняйтесь ставить лайки, чтобы поднять рейтинг этого видео. А я желаю вам мира и всяческих Божьих благословений! Субтитры подогнал «Симон»!